Друзья, всем большой привет! В этом аудиоподкасте мы с вами поговорим о том, как создать финансовый план на все времена. Прежде чем начать, я бы, конечно, хотел сказать, что это лучше делать со специалистами. Найдите себе специалиста по финансовому планированию, найдите себе финансового консультанта, но только не мошенника или псевдоэксперта, а действительно специалиста, который в этом разбирается, который получает определенные знания и применяет это все, естественно, на практике и делает это, естественно, для себя. Не то, что для людей, а для себя в первую очередь. Потому что есть очень много псевдоэкспертов, которые выдают себя за финансовых консультантов, но они даже сами не создают себе капиталы и не инвестируют надежно, консервативно, не разбираются в защитах и так далее. Поэтому определите себе рядом специалиста, который вам поможет. Но если вы хотите сами создать финансовый план, давайте разберемся, как это сделать. Первое, что нужно сделать, это определить свою цель. То есть, естественно, должна быть цель. Они должны быть конкретные цели, измеримые, достижимые, актуальные. То есть, вот есть технология там по стране, например, цели смарт, вот по ней можно делать. От целей будет зависеть, какой план вы составите. И распределите их по срочности и важности. Без целей план просто не имеет смысла, да его в принципе и не составить. Потому что все цели, их всегда можно оцифровать. Как бы любая цель – это финансовая цель, которую можно оцифровать, сколько нужно денег для того-то, того-то, того-то. И на каком промежутке времени сколько денег у меня будет, когда я получу ту или иную цель. Это все просчитывается в финансовом плане. Второе, нужно определить горизонт планирования. То есть, когда, какой период, например, через какой период я получу ту или иную цель, приду к тому или иному результату. То есть, горизонт планирования обязательно тоже есть. Всегда берите более длительный горизонт планирования, если вы действительно долгосрочный инвестор, у вас есть стратегическое мышление, вы идете куда-то далеко, к большим глобальным целям, берите такое. Но цели бывают на самом деле разные, они бывают и краткосрочные до года, и среднесрочные от 1 до 3 лет, ну и конечно долгосрочные до более 3 лет. Сроки достижения целей устанавливаем исходя из ваших финансовых возможностей, то есть смотрим на это. Например, отпуск в июле следующего года, например, авто Toyota там в 2023 году, или там пенсия в 65 лет. Ну то есть вот примерно так это делается, но более конечно глубоко и детально. Третье, это нужно проанализировать свои доходы и расходы, определить дельту, то есть разницу между доходом и расходом. Естественно, доходы должны всегда превышать расходы, иногда бывает конечно же у людей наоборот, с этим нужно работать. Прежде всего сосредотачиваемся на доходах, то есть мы всегда сосредотачиваемся сначала на плюсах, а не на минусах, поэтому на доходах мы сосредотачиваемся. Очень важно знать, что нам приносит доход, то есть зарплата или проценты от вклада, или премии, подработки, какие-то кэшбэки, дивиденды от ценных бумаг, доход от сдачи в аренду недвижимости и другие. Если окажется, что дохода недостаточно для достижения наших целей, то ищем пути его увеличения. То есть если мы просчитали по финплану, что нам недостаточно такого дохода, нам доход нужен больше для того, чтобы через определенное время прийти к определенному результату, значит доходы увеличиваем. Естественно, тоже над этим стоит работать. Расходы считаем для того, чтобы знать, куда уходят деньги. Рационально ли вы их тратите? Необходимо не только посчитать, но и проанализировать траты и заняться их оптимизацией. И когда их анализируешь, всегда важно посмотреть, в каком приоритете стоят расходы, то есть на что первым делом человек тратит, а что в его голове. Здесь нужно все анализировать, это обычно со специалистами делается, потому что приоритеты нужно менять, чтобы работал финансовый план и достигать действительно целей. Следующее это выбрать нужно инструменты для инвестирования, конечно же. На самом деле от целей зависит выбор финансовых инструментов. Например, для краткосрочных и среднесрочных целей, создание подушки безопасности, отпуск, покупка авто. Выбираем надежные инструменты, депозиты, облигации. Для долгосрочных целей, покупка квартиры, образование детей, капитал на пенсию, допустим. Тут уже мы присматриваемся к более серьезным инвестиционным инструментам, таким как акции, облигации, ПИФы, ТЕФы. Ну и конечно же это все то, что знает обычный рядовой инвестор. Но я хочу сказать, что здесь стоит смотреть в сторону управляемых портфелей, в сторону хедж-фондов. Там, где точно вы не будете попадать в просадки даже во время кризиса, потому что это все-таки долгосрочные цели. Здесь нужно использовать грамотное инвестирование. То есть, и чтобы работал сложный процент. Потому что если будут попадать в просадки, сложный процент не отрабатывает. Когда в консервативных инвестициях, которые всегда идут в плюс, хоть маленький процент, но чтобы они проходили эти ямы кризисные, то тогда очень сильно отрабатывает сложный процент. Это тоже важно учитывать. И главное понимать, чем выше доходность, тем выше риск. Вот это очень важно понимать, потому что люди многие этого не понимают. То есть, если вам предлагают доходность какую-то высокую, там намного выше риск. Прежде чем вообще начать инвестировать, необходимо, конечно, тщательно изучать тему инвестирования, пройти, может, какие-то курсы повышения финансовой грамотности, ну и как минимум слушать мой телеграм-канал. Я вам, конечно же, рекомендую все-таки работать со специалистами, потому что специалисты занимаются этим, это они занимаются обучением, это они занимаются анализом, подбором инструментов всем, это их работа, это не ваша работа. У вас совершенно другая работа, другая жизнь, и вам это на самом деле-то и не нужно, вам просто нужен хороший рядом специалист. И, конечно же, не забывайте про корректировку личного финансового плана, то есть новые жизненные обстоятельства, там, рост доходов или расходов, изменение целей, появление новых обязательств, все это влияет на вашу жизнь, дети, допустим, родились и так далее. Поэтому план стоит регулярно пересматривать и менять. Я, например, с своими клиентами всегда говорю и делаю, нужно делать финансовый план, пересматривать каждый год, пересматривать каждый год, потому что что-то, что-то меняется. Вот. И вот такой вот алгоритм я вам, в принципе, рассказал, как составляется финансовый план. Ну, наверное, процентов вам 5 точно рассказал из всего, что связано с финансовым планированием, с финансовым планом. Здесь, на самом деле, очень большая работа и проводить ее всегда с профессионалами, которые умеют это делать. Я надеюсь, подкаст для вас действительно получился полезным, а мы с вами увидимся в следующем.